Здравствуйте, друзья! Меня зовут Богатейший Ди, и похоже, что мы готовимся увидеть финальную серию этого цикла. Что тебе нужно знать? Это то, что после того, как мы преодолевали предыдущий исторический пик, вот здесь, здесь и здесь, проходил всего лишь 21 день, прежде чем начинался массивный альткоин сезон. Как ты видишь вот эти всплески цены вот здесь. Его еще не было в этом цикле. И это происходит на фоне того, что доминирование тезера USDT сейчас пытается пробивать эту шестилетнюю линию поддержки. И если это произойдет, то доминирование тезера может упасть еще ниже. Если это случится, поверь, нет ничего более позитивного и бычьего для альткоинов, чем падающее доминирование USDT. И согласно многим метрикам, люди сейчас не готовы к тому, что будет дальше. Поэтому в этом видео я расскажу обо всех фактах, которые подтверждают, где мы сейчас находимся и к чему нужно готовиться. Так что не забудь поставить лайк прямо сейчас. Ты же не поставил. Вот, теперь поставил. Большое спасибо, и мы начинаем. Итак, прежде всего, этот график от LCryptoProf в Твиттере, который довольно точно показывает поведение биткоина и рынка в целом. Ему удалось выяснить, что каждый раз, когда мы достигали предыдущего исторического пика, проходил всего 21 день до масштабного роста как биткоина, так и альткоинов. Как мы видим, это было и в 2017 году. Цена биткоина преодолела предыдущий исторический пик, прошел 21 день, и мы увидели вот этот финальный рывок. То же самое было в 2020. Цена биткоина достигла отметок предыдущего цикла, прошел 21 день, и мы увидели финальный рывок рынка. Правда, в этом цикле у нас была двойная вершина, но если считать от первой вершины, то 21 день все-таки тоже прошел. В пользу этого говорит и это сравнение биткоина с альткоинами. Как мы видим, биткоин все же сумел преодолеть предыдущий исторический пик, и сейчас топчется около него, туда-сюда, туда-сюда. Но альткоины еще даже не выросли до отметок предыдущего исторического пика, как ты видишь на этой диаграмме. Простыми словами, мы наблюдаем отставание альткоинов от биткоина в этом цикле, а значит, они должны повторить вот это движение биткоина вот здесь. Что приведет к тому, что их рыночная капитализация вырастет с 1 триллиона долларов до 1,7 триллиона долларов. Также очень волнительная для многих ситуация сложилась с доминированием главного стейблкоина на рынке, тезера USDT. Как ты видишь, мы коснулись основной линии поддержки за последние 6 лет вот здесь. Мы делаем это не впервые в истории, но каждый раз доминирование тезера отскакивало от этой линии вверх. Что все это значит? Во время бычьего рынка практически все хотят находиться в рискованных активах, чтобы не пропускать прибыли растущего рынка. Это приводит к падению доминирования USDT. И остальных стейблкоинов в принципе тоже. Просто тезер это самый главный стейблкоин на рынке. Пик бычьего рынка и особенно blow-off-top рынка характеризуется тем, что доминирование тезера быстро и резко деградирует. Люди настолько хотят находиться в биткоине и альткоинах, что готовы заплатить даже 700 тысяч долларов за картинку камня NFT. Но именно тогда все становятся все более рискованными, все более жадными и выходят из USDT в рискованные активы. А USDT по сути считается одним из самых безопасных криптоактивов на случай медвежьего рынка. Биткоин в этом плане не самый безопасный актив, ведь очевидно, что на медвежьем рынке он падает. Поэтому, когда доминирование тезера растет, биткоины и альткоины падают. Когда доминирование тезера падает, биткоины и альткоины растут. И в этом на самом деле заключается опасность данной ситуации. Ведь если мы, как и было раньше в истории, увидим отскок тезера от этой линии, то рынок упадет. Но если мы пробьем эту линию вниз, рынок продолжит расти. С тех пор доминирование тезера на этом графике упало до этой линии поддержки, как ты видишь вот здесь. А цена биткоина с тех пор выросла от 27 тысяч долларов до 70 тысяч долларов. В прошлый раз, когда доминирование тезера коснулось этого уровня вот здесь, оно оттолкнулось вверх и продолжало расти вплоть до 10%. Это был тот самый изнуряющий медвежий рынок с 69 тысяч долларов до 16, с которого мы недавно вышли. Сейчас же мы прыгаем возле этой линии поддержки, как ты видишь, уже не первую неделю. Вот почему цена биткоина стагнирует и никак не может пробить эти 70 тысяч долларов. Если доминирование USDT сейчас пробьет этот уровень вниз, мы увидим большой взрыв биткоина и альткоинов. И я хочу осторожно предположить, что хотя этого никогда не случалось раньше в истории доминирования тезера, это может произойти сейчас. Хотя бы потому, что практически никто этого не ждет. Наоборот, все ожидают отскока этого графика вверх. Напомню, если случится отскок вверх, то скорее всего коррекция будет более глубокой и сильной. Рост доминирования тезера – это медвежий сценарий для рынка. Кто-то скажет, а как же халвинг? Это же такой бычий аргумент. Поговорим о влиянии халвинга на альткоины в конце этого видео. Но на самом деле все, на что тебе нужно сейчас обращать свое внимание, это не халвинг. Это графики, это внимание СМИ и общее настроение на рынке. Давай проанализируем общее настроение на рынке. Если мы заглянем в эту шпаргалку Уолл-стрит, то похоже, что настроение на рынке находится в фазе либо хоуп, либо начальный оптимизм. Люди чувствуют себя неплохо, когда речь идет об их портфелях. Многие монетки хорошо подросли, и даже недавняя коррекция на рынке не особо чувствительна, так как по сравнению даже с началом этого года портфели выросли очень-очень хорошо. Но после того, как мы выйдем из этих двух сине-зеленых фаз, посмотри, что будет дальше. И это произойдет потому, что разные люди входят в рынок в разные периоды времени. Умные деньги входят в рынок тогда, когда никто не имеет желания входить. То есть где-то вот здесь. Розничные же инвесторы только сейчас начинают задумываться о криптовалютах. Мы говорили, что розница начала возвращаться, но этот процесс пока не носит масштабный характер. Это значит, что мы только покидаем эту фазу рынка под названием awareness, либо же в переводе фаза осведомленности. Далее мы видим, что должно произойти внимание СМИ, которое включается как раз между этими двумя фазами. Фазами осведомленности и фазой мании. Этого, я бы сказал, еще не было. Да, мы видим какие-то сухие заголовки в СМИ, вроде «Биткоин достиг исторического пика», но не более того. Я слежу за Блумбергом, Синбиси и так далее, но не потому, что хочу слушать то, что они говорят, а потому, что мне нужно держать руку на пульсе того, что они делают. Учитывая все это, я думаю, что нас еще ожидает финальная волна, которая должна привести и биткоин, и альткоины к пику этого цикла, к окончательному пику. Нужно быть терпеливым. И я знаю, что очень трудно быть терпеливым. Особенно, если ты сидел, например, в Солане последние три недели, и с тех пор она выросла на 100%. Ты думаешь, вот бы мне еще 100%, дайте мне еще 200%. Это делает тебя очень нетерпеливым. И поэтому ты склонен совершать катастрофические ошибки для своего портфеля. 21 день. В жизни пролетают как миг, а в криптовалюте же, если ты обновляешь свой портфель каждые 3 секунды, это как целая жизнь. Будь терпеливым. Например, ты купил какую-то монету за доллар, завтра она упала до 70 центов. Не нужно дергаться, подожди. Мы сейчас так близки к самому масштабному периоду этого цикла, что слишком частые скачки из монеты в монету могут закончиться для тебя очень плачевно. Постарайся не бежать за кучей мелких монет, наслушавшись ютуберов или что-то вроде того. Если ты купил эту монету за 1 доллар, она выросла до 2, зафиксируй свою прибыль. Выведи половину, верни свои деньги. А дальше просто жди, будь терпеливым. Твое время очень скоро придет. Ты задаешься вопросом, не упустил ли ты хорошие возможности, например, в секторе искусственного интеллекта. Ну да, ты пропустил вот этот большой рост. Посмотри на этот график, это модель моего собственного производства, которой я пользуюсь лично. У меня много таких непубличных наработок. Мы видим, что сейчас очень мало альткоинов на рынке для покупки. Большинство из них находится ближе к своему историческому пику, чем к историческому низу. В последний раз такое было где-то вот здесь, в 2021. Но коррекция дает хорошие возможности. Я докупаю альткоины, в которых уже была позиция. Например, вот этот альткоин. Мы покупали эту монету в рамках экспериментального портфеля, но и в личном я ее держу тоже. Она хорошо стрельнула вот здесь и дала 3 удвоения. Но на этом история с ней не закончилась. Естественно, коррекция на рынке дала хороший шанс перезайти именно в эту монету. После таких рывков я обычно ищу коррекции на 75-80%. И я считаю, что диапазон между 0.88 и 0.78 по Fibonacci, вот этот, является идеальной зоной накопления для меня. Купив в этой зоне, я снова поставил ордера на продажу. Каждых 50% в каждые X2. Таким образом, эта коррекция принесла мне еще несколько удвоений на этом отскоке. Вот что нужно делать и тебе в преддверии самого большого рывка крипторынка в этом цикле. Однако, не обязательно дожидаться таких идеальных условий. Задумываться о накоплении можно уже после 60% коррекции при условии сохранения растущего тренда, о чем говорит, например, LCryptoProf. Сейчас я вижу тенденцию переключения, внимание, с монет искусственного интеллекта на RVA, Real World Assets. Например, Риалио взорвался бешено в последние дни. К сожалению, я его пропустил и никогда раньше не видел. Мэйпл растет как на дрожжах, а ведь мы брали его около 9 долларов. Очевидно, сектор токенизации активов реального мира набирает обороты. И не без помощи известного нам Ларри Финка из BlackRock, который запустил фонд токенизации реальных активов и заявляет, что в конце концов все активы реального мира закончат токенизацией. Я бы не стал сейчас покупать ни Риалио, ни Мэйпл, потому что в моих глазах они уже достаточно высоко выросли. Если только не увижу на них 70-80% коррекцию. Вместо этого я бы начал искать другие монеты из сектора токенизации реальных активов, которые еще не взрывались. А такие все еще есть. Как, например, вот эта монета. Как ты видишь, после листинга она обвалилась, но с тех пор находится в режиме накопления до сих пор. Я бы с удовольствием накапливал эту монету в нижних границах этого диапазона. Но это не финансовый совет. Не стоит паниковать. Нужно просто выстроить добротный портфель. Немного монет Real World Assets, немного D-PIN, немного искусственного интеллекта, немного DeFi. Можно добавить щиткоины и мемкоины. Я, например, купил около 20 мемкоинов. Просто вложил в каждые по 10 долларов. Я планирую делать это на протяжении года. Ежемесячно по 200-300 долларов. Пока не накоплю сотни, а может даже тысячи мемкоинов. Это эксперимент, результатами которого я буду делиться у себя в Телеграме. Ну и напоследок, халвинг биткоина уже через 24 дня. Как это повлияет на альткоины? Это общая рыночная капитализация альткоинов без 10 крупнейших. Большинство людей, которые ищут большие прибыли, инвестируют именно в этот сегмент криптовалют, в эти альткоины. В 2016 году произошел биткоин-халвинг. Для того, чтобы рынок альткоинов действительно перешел в большой взрывной растущий тренд, понадобилось 7-8 месяцев накопления после халвинга. В 2020 году мы видели еще один биткоин-халвинг. На этот раз никакого шанса на накопление альткоины после него не дали. Рынок альткоинов, без учета 10 крупнейших альткоинов, сразу же пошел вверх после халвинга. В 2024 году все немного изменилось. Мы видим, что этот цикл биткоина, да и цикл альткоинов, несколько опережают привычный график 4-летних циклов. Об этом я снимал целое отдельное видео на полчаса. Если тебе интересно, обязательно его посмотри, ссылку я оставлю в комментариях. В нем я рассказывал о левостороннем цикле. И на данный момент халвинг еще не наступил, а альткоины уже растут. Растут еще до халвинга. Итого халвинги 2016 года, 2020 года и 2024 года рисуют разные картины, которые не похожи друг на друга. В 2016 году альткоинам понадобилось до 8 месяцев накопления, прежде чем перейти в рост после халвинга. В 2020 году они сразу же начали расти после наступления халвинга. И в 2024 году они растут еще до халвинга. Нужно понимать, что в 2016 году альткоины по большей части еще даже не существовали. Это подтверждает тот факт, что доминирование биткоина тогда, как ты видишь на этом графике, составляло 95%. И я помню это дивное время, когда я еще не вел никаких публичных каналов. Очень странное ощущение помнить это. Я помню время, когда биткоин доминировал на рынке на 95%. Эх, как будто застал начало чего-то легендарного. И только в 2017 году, как ты видишь, доминирование биткоина обвалилось, потому что мы начали строить рынок альткоинов. Ведь тогда на рынке было всего лишь 2000 альткоинов, а сейчас 2,4 миллиона. Это означает, что до 2017 года картина была не очень точной. Но в 2020, когда рынок альткоинов уже давно был создан, а криптовалюта стала более известной, альткоины поперлись сразу же после халвинга и не дали никакого шанса на накопление. Но между прошлыми халвингами были и схожести. Оба раза в прошлом рынок никогда не нуждался в длительном спаде. Посмотри, здесь не было длительного спада после халвинга. Это 2020 год. Здесь был спад, но тоже не длительный. Это 2016 год. Коррекции и боковые движения, как мы видим, имели место быть, но никогда не были длительными. Это наводит меня на мысль, что мы также не увидим длительного спада и после этого халвинга. Цикл альткоинов фактически уже начался. И это совпадает с этим исследованием, о котором мы говорили в начале этого видео. 21 день. Вот о чем говорит Эль Крипто Проф. На этом все. Меня зовут Богатейший Ди. Если видео было интересным или полезным, не забудь поставить лайк и подписаться на канал. Это очень много для меня значит. Я очень-очень стараюсь. И мне всегда приятно видеть результаты отдачи. Увидимся с тобой в новых видео. До скорого. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok